Диско 2000 Итак, вы можете рассказать... Сейчас меня немножечко приведут в порядок перед этим ступеньем. Да, компикнут все эти штучки. Ладно, начнем вот слева направо. Можно? Первый философский вопрос. Расскажите... Кстати, действительно, может кто-то не знает. Ну давайте. Полина, Оля, Жанна, Ира... Меня зовут Олег, если кто-то забыл из наших телезрителей, не многочисленных. Итак, расскажите о каких-нибудь ярких впечатлениях, последних. Вот первое, что приходит в голову. Расскажите, можно из сегодняшних впечатлений? Затрудняюсь ответить. Нет, не затрудняюсь. Спасибо большое. Самое яркое впечатление, наверное, это наш приезд в ваш замечательный город и выступление в этом ночном клубе. Я думаю, что выступление будет таким же ярким, как и впечатление. Как и приезд. Как и приезд. Выступление будет таким же ярким, как и приезд. И думаем, таким же ярким, как и отъезд. Самое яркое впечатление, это была таможня сегодня утром. И девочке картошечка недорога была. Здорово. С одесским говорком сказала Жанна. Итак, наша акция называется «Новогодний Мегаданс». Она продолжается 8 дней. И вот в связи с этим вопрос. А как вы встретили Новый год? Расскажите. У нас было 5 работ. Мы весь Новый год проработали. Встретили Новый год на сцене. Но потом мы разъехались по гостям, по домам, где-то уже ближе к утру. И отпраздновали отлично Новый год. И приехали домой, наверное, днем или к вечеру. Понятно. Короче, на работе. Так же, как и мы, собственно. На самом деле, неправда. В Новый год наша Оля попала в отделение милиции. Вместе со мной? Да. Она просто очень сильно напилась и валялась на тротуаре. И милиция проезжала, думала, ну нифига. Я просто позвонила в милицию. Девочка валяется. И отвезли в трезвитель. Там Оля очень... Она тебе сказала? Да. Она тебе сказала. Она сказала, я пошла домой пешком. Хотела романтики. Иду, иду, иду. И потерялась. Стала кричать. Но это не понятно. Ударять в двери. Ее забрали. Представляешь? За хулиган. За хулиган. Так, по ходу нашего философствования выясняют совершенно сногсшибательные криминальные подробности. Девочка валяется. В 98-м году, он же год «Желтого тигра», насколько я помню. А это «Грионок» не ожидает. Что-то нас всех ожидает. Вот вы какой-нибудь коллективный гороскоп для группы «Блестящие» не составляли случайно? Нет, мы знаем примерный гороскоп на начало нашего года. В феврале у нас выйдет наш новый альбом, который будет называться «Просто мечты». А также в феврале начнет выпускаться наша жвачка, которая будет называться «Блестящая». А ну-ка, Оля, скажи. А ну-ка. Петров, скажи. А ну-ка, я сейчас вам такое скажу. А ну-ка, выключите камеру. Нет, коллективное мнение одно однозначно существует, и оно вступает в противоречие лишь тогда, когда мнение другого индивидуума противоречит мнению группы «Блестящие». Мы продолжаем философствовать. Уже мы некоторые криминальные подробности новогодние выяснили, и выяснили там что-то насчет гороскопа. А что касается коллективного мнения вообще, вот мне ужасно, например, тесно, как мужчине, тем более одинокому, существует ли у вас коллективный образ идеального, или, по крайней мере, оптимального мужчины? Когда ты снимаешь шапку, этот образ, ну, прямо близнец тебе. Во-вторых, я близнец, действительно, я близнецы. Во-вторых, меня... Во-вторых, меня телезрители в основном видели вот в таком виде приблизительно, тоже блестящем. То есть я ни мыльной, ни соленой водой не обрабатывал себя, как некоторые московские группы, дуэты женские, лысые тоже, вы знаете кто. Вот, они, чтобы не блестеть, они вот таким образом себя обрабатывают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Если бы ты послушал наш ремиксовый альбом, то есть мы его не называем вторым своим, а такой у нас полуторный, ремиксовый альбом, ну, я бы, наверное, на тебя обиделась, если бы ты его назвал немодным, потому что это супер вещи, которые нам сделали самые модные московские диджи, такие, такие как диджи Грув, наверное, известные вам очень хорошо, диджи Иванов и группа Триплекс, Роман Рябцев, диджи Дэн, диджи Скай. Очень интересные вещи в абсолютно разных стилях, это и брейкбит, это и эмбиент, и так далее, и тому подобное, и клабхаус. Очень интересные вещи, если бы ты их послушал, ты, наверное, просто их не слышал, то называть нас немодными было бы просто обидно. Ну, я не буду, в общем-то, не называл, это так было. В общем, в ходе общения нас, в общем, поставили совершенно справедливо на место, вот, но дело в том, что я должен вам объяснить, сейчас наблюдается такой явный сенсорный, как бы, голод с московской и российской культурой вообще, так что единого информационного пространства уже не существует, к сожалению, к моему глубочайшему и наших телезрителей тоже. На самом деле, на самом деле, мы не лезем никогда в политику, но в конце концов, елки-палки, когда Украина и Россия станут одним большим единым государством, что за таможни, что за границы, непонятно в чем дело, что происходит, давайте разберемся. Какого черта вообще, елки зеленые, ну. Короче, ладно, мы философствуем, я думаю, таким же образом и закончим. Мы желаем не сказать. Все, я на тебя обиделась, тебе хотела сказать хорошее. Вот ты, например, знаешь, что такое праздничная коза? Праздничная коза? У нас была одна единственная пока. Что такое просто коза? Коза это вот, а праздничная коза это вот. А вот мы знаем. Да, нам это ребята из Агаты Кристи рассказали. Мы тебе хотели рассказать, но вот теперь мы тебе это не сказали. Я просто умоляю, и не я, ко мне присоединяются все телезрители однозначно, мы просто умоляемся сообща вас рассказать, что такое праздничная коза. Ну вот мы тебе рассказали, вот это, вот это, ты есть праздничная коза. Вот такая большая праздничная коза. Двойная такая, да? Да. Ну ладно. На наших концертах в следующий раз в городе Хатина будете делать именно так. Короче, программа наша претендует как бы на звание такое нетрадиционное, альтернативное такое. На телевидении, на Харьковском только. Это не относится к альтернативной музыке. Вот, и поэтому в таком философском духе мы и заканчиваем. Почему коза? Может, и коза, потому что короткое замыкание, такое сокращение. Она такая у нас, вот она, коза, кстати, вот она у нас на камере нарисована. Покажи, Вадик, покажи. А праздничная такая? Вот, если можно, какое-нибудь нетрадиционное пожелание нашим телезрителям. Можно? Вот заставляю думать постоянно, девчонок, я. Я пожелаю телезрителям всегда оставаться нетрадиционными, оригинальными и отличаться от всей остальной массы. А я хочу нетрадиционно пожелать здоровья, такого козлиного прям, бодрости, духа тоже козлиного и счастья, чтобы у каждой козы был свой, в конце концов, козел. Это просто здорово. Мне ничего не остается, как только поблагодарить группу «Блестящие» и пожелать нам всем дальнейшего взаимного общения, неоднократного и неоднократных приезда в Харьков. Спасибо вам огромное. Можно попрощаться. Самое главное – это блестеть всегда, блестеть везде, блестеть на суше и в козе. В козе и в козе. Давай, давай, давай! Козлыки! 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 Ручки в козлыки! Козлы! Козлыки! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok